Ужас снимается? Да Ужас какой Владислав Я Как живешь? Хорошо Если я правильно понял тебя, что на мой вопрос как жить Жить в настоящем Я вообще не считаю, что что-то должно в нашей жизни быть тяжелым Тяжелым? И не надо создавать себе никакие тяжелые условия жизни Мы же про единоборство все-таки, да? Зачем так тренироваться, что ты потом будешь это лечиться? Кстати, в наших театральных постановках никогда не бывает второго гриба в третьем составе Добрый день, уважаемые зрители! Нашего видеоканала Планета Дзюдо Я Роман Карасев Владислав Макаров И мы сегодня с ним вот вдвоем Как обычно Субботная банька Документальный театр Планеты Дзюдо И у нас такая театральная постановка Жить хорошо, но как жить? Много есть разных высказываний Абсолютно разных людей на эту тему Всяких Мыслей Кто-то говорит, что жить надо так Чтобы потом не было больно за бесцельно прожитые годы Кто-то говорит, что Жизнь одна Живи сейчас Живи сейчас Кто-то говорит, что Надо жить так, чтобы оставить что-то после себя Что-то еще Ну, в общем, много всего говорят Даже иногда говорят, что кур даят Вот Но все-таки Жить, конечно же, хорошо Раз мы уже живем Значит, это уже хорошо Но как жить? Владислав Я Как живешь? Хорошо Бодро Да, очень хорошо Такой раз задумался Так хорошо, что даже сказать Счастье любит тишину Мы это уже проверяли В одной из наших постановок Да Есть такое Я слышал такое выражение Можно говорить Таким образом То есть Молчание А есть тишина Молчание Это когда мы ничего не говорим А тишина Когда полностью в нас тишина Хорошо Отражается Реальность Если вода Спокойная А если на ней рябь То изображение Скажем Так же у нас С сознанием Если Мы что-то там Думаем себе То Реальность может быть Не такой Какая она нам кажется Ну хорошо Ну как жить, Влад? Как жить? Ну у меня вот Чем бы хотелось Быть полезным Да вот Ну все же слушают Есть такой вот Философ Эдхард Толли Вот И понравилось Что он Говорит Сила в настоящем То есть Если мы сейчас Дожили до этого момента В настоящем В настоящем Нет опасности Опасность Или в будущем Это Соответственно Страхи Или о прошлом Соответственно Может быть Сожаление Что вот Это вот было Такое А в настоящем Все Настоящее То есть Оно твердое То есть На будущее Опираться Нельзя На прошлое Опираться Ну я имею ввиду Опыт Можно Делать выводы Но соответственно Чем оно тебе может В настоящем помочь Поэтому если мы Максимально присутствуем В настоящем моменте То мы Максимально эффективны Если я правильно понял тебя Что на мой Вопрос Как жить Жить в настоящем Жить в настоящем Хорошо Жить в настоящем Думать о будущем И вспоминать Прошлое То есть Не выбирать Или Или А И Есть еще Такое А вот скажи Как жить Это некое знание Ну вот Мы же знаем Допустим Как Складывать цифры На этот вопрос Отвечает Некое знание Которое Называется Как Арифметика Правильно Есть ли такое знание Да Ну Философия Наверное Есть ли такое знание Как Как жить А Ну мы всегда знаем Как другим жить Но не знаем Как себе Вот это мне нравится Ну я сегодня Вчера И сегодня А в этом думал Тебе говорю Как тебе жить Спасибо Надо говорить Спасибо Пожалуйста Ну вот Мне понравилось Как Просто Как пример Там тоже Человек Такой Блогер Там Лектор И Говорит Что вот Женщины Должны Выражать Чувства А если Вот у меня Внутри Там плохо А как Я это Выражать Мне ответ Просто Понравился Для этого Есть чувство Такта То есть Если ты можешь Пояснить Вот мне просто Ответ Понравился Чувство Такт Можно Учить людей Жить Ну Опять Нужно Чувство Такт Спрашивать По запросу Но мы говорим Сейчас О чем Все мы Эгоисты Говорим Мы всегда Лучше О себе Ты вот сейчас Такое слово Сказал Можно Научить Людей Жить Учить Можно Учить Людей Жить Ну смотри Ну а кто Тебе запретит Правильно Я не говорю Про запрет Можно Научить Людей Жить А как Ты будешь Учить Людей Жить Ну Здесь Я бы Личным Примером Вот еще Как Одно Хорошо Личным Примером То есть Получается А что Зачем Личным Примером Ну как Лидер Делай Как Я То есть Есть Руководитель Которому Ну ты же Сам Понимаешь Что Не всякая Техника Айкидо Подходит Для того Или Иного То есть Он может Ее знать Но она Не всегда Подходит Под Нему Под Разную Поэтому Лидер Тоже Показывает Пример Но это Не всегда Что Хорошо Для Других То есть Должны быть Такие Знания Которые Хороши Для всех А Ну мы О чем Еще Говорим Должно Быть Нам Легко Или Тяжело Но Как Тяжело Учение Легко В бою Да Такая Установка Есть Да Не знаю Насколько Она Нужно Подготовиться В принципе Если Ты готов То Тогда Все Ты даже Можешь Трудности Не заметить Я Вообще Не Считаю Что Что Должно В нашей жизни Быть Тяжелым Тяжелым И не надо Создавать себе Никакие Тяжелые Условия Жизни Ну Правильно Может быть Мы же Сейчас Говорим О крайностях Тогда То есть Если Детей Я воспитываю Так Я их готовлю К реальной жизни Так Да Воспитывал Свою Людей В жизни Так И в трудности Мы готовим Детей К жизни С точки Зрения Своего Восприятия Жизни То есть Если Я Условия Могут Если Я Агент 007 Я Детей Своих Готовлюсь И с тем Что Я Вот такой Я должен Бороться С врагами Что Жизнь Это Все Сложное Если Я Музыкант Красный Крест Красный Крест Мы Живем Красный Крест Я По Другому Опять С точки Звучит Своего Восприятия Окружающей Нас Действительности А Действительность Перебью Тебя Здорово Я Чувствую Так Для каждого Разное Рисуем Мы В себе В голове Такой Поэтому Вопрос Молчание Тишина Мы Себе Можем Такой Нарисовать В голове Что Как Говорится Фредди Крюгер Отдыхает А я Смотрел Мне так Страшно Было А сейчас Я живу И мне Не страшно По вечерам Потому что Приезжаешь Ну Смотри Я Просто Почему Вот Эта Идея Жить Хорошо Но Как Жить Я Не говорю Ну Как Жить Я просто Говорю Жить Хорошо Это Уже Утверждают Потому что Для меня Понимание Того Что Если Я Уже Родился А хорошо Жить Еще Лучше Такие Стереотипы Такие Есть Хорошо Жить Еще Лучше Никто Так И Не Понимает Многие Миллионеры С одной Стороны Многие Думают Так Ну Если У меня Будет Много Денег Значит Я Буду Жить Хорошо Да Или Если Я Буду Мерседес Бенз Я живу Хорошо Или Но Когда Нет Комфортно Может быть Еще Такое Слово То есть Мы Красками Раскрасываем Жизнь Не Белое Черное Хорошо Плохо А именно Краски Жизни С самого Раннего Возраста Как Только Мы Появляемся На этот Свет В этом Мире Пошел Счетчик Что Начинают Закладывать Сегодня Мы говорим О сегодняшнем Дне Вот Допустим На примере Твоего Опыта Как Родителя Моего Опыта Как Родителя Что Мы Начинали Вкладывать Своих Детей Как Какие Знания Мы Начали В них Вкладывать Начал Ли ты Вкладывать В них Знания Как Жить Нет Я Тоже Нет Нет Но Обеспечивал Обеспечивал Да Вот Можно И заткнуться На этом Да Обеспечивал Обеспечивал Да Ну То есть Ты Показывал Что Ты будешь Их обеспечивать Я не показывал Но я только на третьем Понял Что Это какое-то чудо Ну Допустим Дети Хорошо Дети Удачи не было А как Ты думаешь Вообще Необходимо ли Передавать Знания Людям Как жить Ну Опять А Ну Мы же О чем Говорим Ты же Даже Не знаешь Как жить Тебе Ж никто Эти знания Не передал Где Их взять У Алисы Спросить У Алисы У искусственного интеллекта Окей Google Я В интернете На самом деле Набрал вопрос Такой Как жить И там столько Появляется Этих Вопросов Все они связаны Конечно Только с Материальной Материальной Составляющей То есть Как Жить Заработать На квартиру Машину То Все Пятое Десятое Поступить в институт Там Хорошую работу Есть же Синдром Отложенной Жизни Я буду жить Когда Закончу школу Или Когда я Вырасту Я смогу Делать То что хочу Но Люди же Не знают Что когда ты Вырастаешь У тебя Обязательства Вырастают И Говорят Ну вот Если про материальное Мы говорим Человек Как рассказывал Допустим Ну вот я стал Больше зарабатывать А у меня ничего Не изменилось Я говорю Ну как не изменилось Ну говорит Как ел я колбасу Так и ем колбасу Ну Не в обиду Веганам Там сказано Но я говорю Ну ты же колбасу Покупал Такого то качества То есть у тебя Возросло Качество жизни А по большому счету Ничего не поменялось Ну так же Как говорят Зачем мне Такая дорогая машина Когда она Должна выполнять Свою функцию Из точки Из точки Понятно Понятно Это какие Некие установки Но я хочу Подумать Не о том Как установки Как жить Что Ты понял Да А я хочу Дать понимание Для себя Как жить Скочкообразно Как солнце Допустим Допустим Рассвет 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 Закат 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 Темное Ну это опять Это может быть Наше восприятие Что все Вот так Быстро Переходит Может на самом деле Просто мы Не улавливаем Вот этих Тонкостей Перехода Понимаешь Наше сознание Ясность Сознание Еще не может Уловить То есть Мы можем Уловить Грубые переходы Вот как ты сказал Свет Бам Включился Выключился Да Грубые переходы Так называемые И временные Ну а вот Такие Тонкие Переходы Мы Даже Вот Ты сказал Сейчас О восходе Солнце Заходе Солнце Мы А когда ты Последний раз Наблюдал Когда я Последний раз Наблюдал Вот когда был В Израиле Я там наблюдал Восход солнца Каждый день На море Ну вот И заход солнца Вечером А здесь Здесь нет В городах Конечно В городах Нет Труба Да Надо искать место Надо искать место В итоге А еще Когда Нет В Болгарии Летом Вот Я видел Да Восход Заход Он Застрил На этом Внимание И что Ты от этого Получил Я не то Что Ну Вот в Израиле Я застрил Потому что Грандиозность Потому что Я там видел Прямо Такое Сильное Мощное Солнце Особенно Когда я плыл В море Утром И я увидел Как оно Поднимается Для меня Это было Поразительно Это многих Завораживает Люди Говорят Что Особенно Кто там В океане Если кто Моряки Когда видят Восход Это вообще На горизонте Говорят Это зрелище Ну Катастрофическое Для сознания А сколько оно стоит? Ну Для всех По-разному Если ты Рабочий На судне Сухогрузе И плывешь В океане Перевозишь Контейнеры То Оно Для тебя Ничего не стоит Тебе даже Платят За это Вот А Если ты Плывешь На круизном Лайнере Где Один день Стоит Тысячи Евро Ну Соответственно Вот Ты за день Купил Как говорится Встретил Тысячи Ну То есть Как Это Все Относительно Все Относительно А можно Так же Как жить А можно Так сказать Что Нету Такого Истины То есть Какового Знания Нету Ну Можно Так К этому Прийти Ну Логически Можно Успокоиться В принципе И просто Жить Да На этом Мы Делаем Паузу Просто Успокоиться И жить Вот Это Я Об этом Несколько День Назад Думал Просто Успокоиться И жить Но Некоторые Может быть Не совсем Понимают Что значит Успокоиться А Да Конфликт На дороге Да Ты выходишь Такой Успокойся Еще Переход В другую Сталь Помнишь Мы разговаривали Когда я своему Приятелю Сказал Что я на пенсии А он мне сказал Ну что-то рановато А ты мне сказал Восприятие людей Пенсии разные Есть пенсия Это не значит Что успокоиться И лежать Пенсия Это может быть Ты закончил Одну деятельность А можешь Начинать другую Для тебя Это вот и есть Пенсия Ты ее Выполнил Достиг Для себя Какой-то Точки Которые Слово Смыслы Мы опять же О смыслах А у людей Тоже установки Допустим Пенсия Это значит Ну как так Тебе сколько Тебе 45 Там 5 А как А пенсия Там только 67 А у военных У военных Тоже опять Да по-разному Но почему так Потому что Там настолько Износа Организма Идет Стрессогенный Фактор Что Так просто Это Не дают Да Потому что Ты можешь Еще не дожить До этой пенсии Если ты Многие не доживают Поэтому Хотя бы Какая-то Компенсация Многие не доживают До такой Да Даже до 45 Ну то есть 20 лет Выслуги Многие даже Не выдерживают А если выдерживают То в таком состоянии Привали Но опять Мы же тоже говорим Мы же про единоборство Все-таки Да Зачем так тренироваться Что ты потом Будешь это лечиться Не надо Так тренироваться Но Тренироваться просто В охоточку Тоже Как бы Не всегда Целесообразно Если ты Майк Тайсон И тренируешься В охоточку А у тебя Бой с Холифилдом Ну это Ты опять Ты сам себе Находишь Вот эти усложнения То есть Я допустим Сам себе говорю Я буду Вот Бой с Холифилдом А зачем мне Это усложнение Когда я могу Также получать Удовольствие Просто Боксируют Ну просто Я это смотрел Мне очень понравилось Как они бились Но у них Получается Выиграл-выиграл Один 30 миллионов Получил Другой 35 Независимо От результата Значит Это уже что? Шоу Ну здорово Ну они отработали В этом шоу Красиво Да Такую прям Вот они вот так живут Да Ну Да А нам уже Некие истории Знаем же И про Майка Тайсона И про Тому же Про Диего Марадона И про многих Известных людей Которые Ну нам интересно же На их триме Жили И до чего Довели Себя И свой Шумахера Мы знаем Ну вот тоже Да Трагедия Как бы Всемирно известный Гонщик не разбился Нигде Катался Пошел на это На лыжах И все Ну вот случай И как жить Ну Значит Некое Как знание Мы так То есть Можно давать советы Как жить Как Ну такие точки Опорные Жить надо По совести По совести И там А что такое Но как знание Я не вижу Я не вижу знания А мне А еще Вот этот человек Ну я слышал Когда Точнее я в книге Прочитал Знание Как жить Тогда Должны быть В этом знании Некие законы Определяющие Это знание Туда не ходи Да Законы Ну законы Что делают Ограничения В избежании Да Законы Ну не ограничения Законы Это же ограничения Как Жить Вот вопрос И мы вчера Об этом кстати На занятиях В твоем Додзю В братовщине Вот Практикуя И мы там Этот вопрос Затронули Когда помнишь Что если учитель Преподает что-то То он должен Что сделать Основной его задачей Сохранить здоровье Значит Жить хорошо Вот я сейчас Такой некий Маленький Предварительный Выгод Жить хорошо Но как жить А жить надо так Чтобы сохранить здоровье Которое у тебя появилось Правильно Но Хокинс Опять Он не мог сохранить здоровье Потому что Неизлечимые заболевания Но он же жил А он сохранил Нет Он сохранил здоровье То которое у него было На данный момент Он его сохранял Он же его не стал Уменьшать Он его сохранял То есть мы говорим о том Что мы сохраняем То здоровье Которое нам дано уже Теперь закон А какой закон Способствует Вот этому сохранению здоровья А закон Опять таки В этой книжке Был написан Не вредить никому В том числе и себе То есть закон Не навреди Где-то даже Таки В каких-то книжках Есть такая фраза Не навреди Ну нельзя яичницу Приготовить Не разбив яиц А лес рубит Щепки летят Хочу баню затопить А там дерево Ну и что Собирай ветки Есть такое понятие Что можно валежник собирать То что уже упало Ну допустим Вот сейчас даже То что ты топишь Это же обрезки От строительного дома Правильно Опять вопрос в том Что какой дом строится Если мы вырубаем леса Строим дома В таком Катастрофическом объеме Ну как Перепроизводство Этого всего Вырубаем Строим То это конечно Катастрофа А если это все делается Ну как бы В меру Даже ты сегодня сказал Что Не сделайте из избушки Не дайте избушки Выйти из-под контроля Не дайте избушки Это при строительстве Ну если А можно и В принципе и для жизни Не дайте То есть как жить Это не дать Выйти из-под контроля Ну контроль тоже Иллюзорный Вот я фильм посмотрел А там говорит Он Ну путешествие во времени Мне просто нравится Мы все же путешественники Из прошлого в будущее Да Да Но вот он возвращался Говорит Я ничего Почему из прошлого Из настоящего в будущее Из прошлого в настоящее Через настоящее в будущее Ага Хорошо И вот он говорит Я как ни пытался Ничего у меня не получилось Все предопределено Скажем так И есть ли свобода выбора Вот так А представляешь Если убрать название Прошлое Убрать название Настоящее И убрать название Будущее А мы не можем Если это все человек Просто взял И придумал И придумал Да Чтобы как Как-то оправдать Себя Так что На этом мы заканчиваем Наше обсуждение Да Добавляйте в жизнь Хорошее Убирайте плохое Да Можете даже Комментарий написать Если хотите Что-то Свои рекомендации У кого-то есть Как жить Но Жить хорошо Раз мы уже живем Всем Сила в настоящем Да Всем хорошего Дня Как хотите А мне понравилось Да Как хотите Да Хорошего дня Хорошей недели Хорошего месяца Хорошей жизни Чего мелочиться-то А как жить Да Кто его знает Как жить Как хотите Как Как хотите Как и живите Или как можете Тоже хорошо Физкульт Да И не забывайте Что Тренировки По графику По графику И 5000 подписчиков И еще 2 А Мы об этом забыли сказать У нас же Радость 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 Какая YouTube канал Планета Дзюдо Перешагнул отметку В 5000 подписчиков Кто Многих мы не знаем Но те кто подписался Мы вам признательны Признательны Хотя иногда бывает Не факт Что это очень хорошо Ну как есть Если вы подписались Если вам вдруг Это интересно Наша болтовня Диалоги Наши диалоги Театр Видишь Ты опять Принижаешь Что-нибудь Значим Я забыл У нас же театральная постановка Конечно А там есть Болтовня Нет Нету Нету У второго гриба В третьем составе Какая болтовня Он в запасе Кстати В наших театральных постановках Никогда не бывает Второго гриба В третьем составе Четвертый гриб В втором составе Надо историю просто рассказать Или контекст Тогда может Что они говорят Ничего не понятно Про какие грибы Да Ну да А Отматывайте И предыдущие истории В каком-то там Может Было Да Так что у нас Все идет поэтапно Все по порядку Спасибо вам И вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok